Друзья, привет! Как видите, обложился тут часами, спешу поделиться с вами моделями 2020 года в простой коллекции, которая называется Casio Collection, ну куда уж проще она. Модели с референсами MWD-100 и MWA-100. Показываю сразу два референса, потому что вышли они одновременно в примерно одинаковом дизайне. Ну, принципиальное отличие это, конечно, аналоговое и электронное отображение, но в целом модели, которые относятся к такой простой коллекции. Эти часы, которые, по сути, покупаются для того, чтобы носиться, они стоят недорого, их особо можно не жалеть, и, как правило, владельцы так и делают, то есть купили, наделись, забыли, не парятся. И одна из таких приписок к этим часам Casio Illuminator. Хочу этот момент немного разжевать, потому что часто я слышал вопросы, сколько стоит, например, Casio Illuminator. Это довольно странно, потому что Casio Illuminator это не модель, и это даже не коллекция, это функция, это функция подсветки. Сейчас, конечно, кого удивишь функцией подсветки в часах, но три десятка лет назад, когда Casio массово внедрял иллюминатор в часы, это было довольно серьезно. Собственно, они обрели с тех пор свою популярность, вот Casio Illuminator каким-то образом закрепилась. Это просто функция, и, на самом деле, друзья, когда в электронах есть подсветка, это must-have, то есть должно быть, то когда в аналоговых, это, во-первых, редко, и это круто, на самом деле. Простые часы для реальных нужд, есть подсветка, это нормально. Что касается внешнего вида, то он, конечно, наследует модели G-Shock, в частности, это направление G-Steel, то есть это стальные G-Shock'и. Очень, кстати, популярное направление G-Shock'ов, и почему бы не перенести дизайн в более простые модели. Вот он, он здесь. Здесь даже, кроме того, что дизайн перенесли, перенесли еще и реально стальную накладку, то есть безель стальной. Это такой довольно тонкий штампованный кусочек стали, но все равно, то есть это уже какой-то другой такой, знаете, запах часов. По поводу размеров, часы, в принципе, крупноватые, то есть это, что касается аналоговой модели, 56 высота, 56 ширина, 13,5 в толщину. Версия на браслете весит 100 грамм, и у нас, как видите, есть пара вариантов сегодня, чтобы посмотреть. Это еще версия на каучуке, она весит 53 грамм. Легкие часы, ну, понятно, тут большая часть корпуса это полимер, по стали это тонкая накладка, стальная задняя крышка. И акриловое стекло. Вместе с тем уровень водозащиты 100 метров, что супер для простых часов, которые должны реально носиться в каких-то, возможно, иногда даже суровых условиях. И вот, собственно, подходим к этой функции иллюминатора. Это стрелочные часы, кнопочка подсветки находится на правой нижней грани часов. Нажав ее, мы активируем светодиод, который находится на шести часах. Он освещает нам циферблат. В полном раке это выглядит вот так. И этого достаточно, на самом деле, для считывания времени. А что еще нужно от простых часов? Кроме того, есть необратовое покрытие на кончиках стрелок. Кстати, стрелки, метки, вы посмотрите, все читается, на самом деле, очень хорошо. Опять же, с целью выполнять свою главную задачу, индицировать время и не бояться воды, в какой-то степени не бояться ударов. Потому что полимер, акрил, царапать можно, разбить, ну, тоже можно, но чуть надо приложиться. По настройке все просто, заводная головка вытягивается, передвигается. В общем-то, все. Что касается браслетной версии, стальной уже браслет, конечно же, штампованный, застежка штампованная, но застежка на кнопочках, все удобно, хорошо. Простенько, но функционально. Отлично. Полимерная модель, конечно, заметно легче, 50 грамм, друзья. На самом деле, легкие часы, тонкий полимерный ремешочек, легкие, такие будут не ощущаться. По функционалу то же самое, цветовое оформление немножко другое. Примерю мы обязательно, но в конце ролика. И электронная версия, друзья, по дизайну, те же угловатые черты корпуса, та же стальная накладка. Кстати, еще декоративные болты, как видим на безеле, на электронных их 4, тут 6 болтов, но они, друзья, на самом деле декоративные, то есть они не крепят безель. Безель здесь на двухсторонний скотч, если так простым языком можно выразиться, наложен. Электронная модель, друзья, предлагает, конечно, более широкий функционал, то есть, как видим, здесь индикация времени полного календаря. Кнопкой Mode мы можем переключиться, это режим будильника, и у нас, друзья, доступны 5 будильников. О чем мы можем очень так заметно прочитать на самом циферблате. 5 будильников, и, как видим, есть отдельный циферблат с сегментами, то есть, если мы запустим там первый, сегмент закрасится, второй, третий, четвертый, пятый и так далее. То есть, такое, знаете, заточено под будильник модель. Следом таймер идет на 24 часа, следом секундомер с шагом отсчета в одну сотую секунды. Стоп, сброс. Второй часовой пояс. И заново режим текущего времени. Что касается функции иллюминатора или подсветки, она активируется кнопкой Light, верхняя правая, такого цвета янтаря. Два светодиода. В полном раке это вот так. Опять же, считал абсолютно без проблем. Удобно, отлично. И что отличает, кстати, еще электронную версию от аналоговой, друзья, здесь десятилетняя батарея. Это просто за глаза для простых часов, на самом деле. В аналоговых стоит трехлетнее питание. На самом деле здесь, друзья, два питания. Одно на механизм и одно на подсветку. Так, по стеклу тоже акрил, в общем-то то же самое. По размеру электронная модель будет на миллиметр, наверное, все-таки больше. Это 51,8 высота, 50,7 ширина и 13,7 в толщину. То есть, там на какие-то доли миллиметра чуть крупнее. Но это из-за того, что заводная головка, поэтому немножко геометрия корпуса изменена. Ну, такие минимальные отличия. Браслетная версия весит 111 грамм, каучуковая, полимерная 55 грамм. Тоже очень-таки легкая браслет, такой же. И та же водозащита в 100 метров тоже. Воды не боятся. Плавайте себе, пожалуйста, на здоровье. Давайте-ка будем прикидывать на руку, смотреть, как они смотрятся. Охват моего запястья 17 сантиметров. Не крупное, но легли они нормально, друзья. Вы посмотрите, такие, знаете, часы, которые я делал и пошел себе там на рыбалку, на работу, куда угодно. То есть, не жалеете там 50-60 долларов, сколько они там плюс-минус стоят. И аналоговую модельку. Давайте на каучуке прикинем. Она ляжет немного удобнее на моей руке. Они, например, легче, такие, знаете, не ощущаются. И вот так вот аналоговая модель смотрится. Опять же, стиль такой, знаете, агрессивный. Металл. Все по красоте, размеры так приличные. Подсветочка. Одел и побежал. Друзья, такая ситуация, такие новые модели 2020 года с припиской Casio Illuminator. Кто не подписан, подписывайтесь, поддержите лайком. И всем пока!